Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com можно купить аккаунт Dota2 с любым ММР, данные о котором моментально придут на твой емейл. Также можно забустить свой аккаунт и при этом контролировать весь процесс в режиме онлайн – anylevel.com. Для подписчиков скидка 7% по промокоду ТОПДОТА. Всем привет, с вами ТОПДОТА. Сегодня я вам расскажу целую кучу крутых фишек, большинство из них будет про Никса и после этого видоса вы реально станете круче за него играть. Ну а если вдруг вам покажется мало, то можете заценить фишки инвокера санстрайковского. У него только что тоже вышел видосик и там тоже много чего интересного. Кстати, пишите у кого фишки круче. Ну и ладно, начинаем. Все фишки Никс Ассасина. Хотя бы одну из них вы точно знаете и хотя бы одну точно нет. Но я постараюсь вас удивить. Итак, фишка номер 1 – как подконтрить Розора. Если этот чертяка бегает с бешеной скоростью, виляет и не дает себя застанить, то на помощь нам приходит его пассивка. Она наносит урон всем, кто наносит урон Розору. Следовательно, если мы соединим это с нашими скиллами, то мы, можно сказать, обернем оружие Розора против него самого. Просто включаем карапаси и прожимаем мана бёрн. Вам прилетит совсем немножко дамаги, но зато Розор словит карапаси и встанет на месте. А за это время вы без труда попадете импейлом. Больше от вас Розоры убегать не будут. Следующая фишка – она вам позволит безопасно убивать красных некров. Некров собирают нередко, за их убийство дают немало голды, но вот убивая красного он вам откусит пол лица. Имейте это в виду. Но к счастью мы играем за никса. Поэтому мы можем просто прожать карапаси перед убийством и ни одна единица урона по вам не пройдет. Но самое главное – это вовремя эти карапаси прожать, а то они могут закончиться, а некра вы добить не успеете. Вот тогда будет обидно. Идём дальше. Вы можете юзать виндетту во время телепорта. Знаю, что многие об этом уже слышали, но это мать его все фишки никса, так что рассказываю абсолютно всё. В общем, телепортируясь, вы можете на изичах прожать инвиз и не сбивать свой скролл. Это полезно как при эскейпе, так и при вылете на ганг из фонтана. Простой пример. На шестом левеле виндетта длится не так уж долго, так что вылетая делать килл, пожалуйста, удосужьтесь прожать её в последний момент. Чтобы максимально продлить время длительности и чтобы инвиз не закончился у вас в самый неподходящий момент. Например, посреди вражеского леса в поисках фуриона. Следующая фишка. Во время виндетты вы можете юзать карапас. Только не перепутайте и не юзайте карапас во время тпшки. Инфа тоже очень полезная, особенно когда нужно беспалевно застанить какого-нибудь челика и спускающего потоки АОЕ. Фишка номер 4 весьма баянистая. За никса в виндетте можно разбивать предметы и не терять инвиз. Думаю, вы уже должны это знать. Но также нужно дополнить, что разбивать можно абсолютно любые предметы, включая Аегис. И последняя фишка. Абуз импейла. Вот это вот уже мало кто знает, что в принципе и не удивительно. Но стан никса действует на более длинный рейндж, чем написано в описании. Можно сказать, что стан просто вылетает более длинный чем должен. Посмотрите сейчас на зеленую полоску. Она показывает, что стан до врага не дотягивается. Однако, если прожать стан чуть ближе, то шипы всё-таки долетят до врага и он получит фул дамаг и оглушение. А вам не придётся к врагу подходить. Так что имейте это в виду и давайте свои станы с более длинных рейнджей. Ну а на этом всё. Ставьте лукасы, чтобы я делал видео чаще, а также смотрите ролик инвокера. А если вы сами пришли сюда от инвокера, то можете просто подписаться и чекнуть мои предыдущие ролики. Удачи! 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 Продолжение следует...